Музыка Я работала в музыкальной школе, я почти на каждый концерт ходила, ну и впечатлялась саксофоном каждый раз, поэтому и пошла на саксофон. Я поиграла с оркестром, с камерным оркестром из Перми. Я поучаствовала в Перми в конкурсе и заняла первое место. Я заняла первое место в конкурсе здесь, в Березниках. Музыкальная среда подразумевает цикл музыкальных встреч в разных уголках нашего города. В течение лета горожане смогут услышать многообразие жанров и направлений музыки, вдохновиться произведениями великих русских композиторов, послушать романсы, познакомиться с современной музыкой. Безусловно, без рока, без джаза, без других направлений музыки мы точно не обойдемся. И этому проекту в этот день дал старт. Конечно же, большое наше огромное спасибо Андрею Чусилаеву, компании «Уралкали», которой мы вот на самом деле и жители, вы слышите эти аплодисменты, жители безмерно благодарны. Раз в две недели, именно в среду в 19 часов, то есть время и день недели не изменен, будут меняться локации. Рок, джаз, поп-музыка, комсомольский парк, сфер любимов. Обратно вернемся сюда, в городской парк. Я думаю, что это будет замечательный проект, который, если в этом году получит поддержку жителей города, то мы обязательно будем реализовывать в следующем году. Большим подарком для горожан стало выступление солистов Пермской краевой филармонии Гульнас Гариповой и Эдуарда Морозова. Многих березняковцев окутали воспоминания юности и детства, когда в городских парках играла живая музыка. Проникся ностальгией и Андрей Силаев. Сегодня он не просто слушатель концерта. Именно по инициативе Андрея Юрьевича, депутата Краевого Заксобрания, заместителя генерального директора, директора по безопасности Уралкалия, это чудесное событие стало возможным, а реализовало шикарную идею народного избранника, управления культурой и отдел по делам молодежи администрации города. Конечно же, при поддержке компании Уралкалии, входящей в группу «Уралхим». Я люблю лунную сонату, например, да, просто вот иногда включаю и тоже расслабляет, заставляет задуматься. Люблю Оси Госборна, как ни странно. То есть я из того старого поколения, которое еще любил рок, тот старый, классический. И я рад, что участвую в этом, и то, что идея такая пришла. Вот, это идея из моего детства, когда в парках играла музыка, мы маленькими, совсем еще совсем маленькими, меня застал по времени, как бы гуляли, как митрационно катались. Наша компания Уралкалия, она на протяжении многих лет поддерживает все проекты, связанные с культурой нашего города. Поэтому мы надеемся создать для горожан новое пространство, пространство музыки на свежем воздухе. Первую музыкальную среду березняковцы и гости запомнят надолго. Когда еще появится такая возможность спрятаться от проливного дождя именно на одной сцене с артистами и вместе исполнить любимые песни. Мы вас поздравляем с открытием новой вот такой культурной площадки, со сценой с такой. И если уличные мероприятия вот здесь летом, например, будут происходить, это же здорово. Ну, а коллективные песни, мне кажется, это вообще счастье для людей. Вот кому-то именно этот момент запомнится. Особенно мне понравилась реакция вот этих 15-летних молодых людей. Мне кажется, они подружатся с этими песнями, а песни-то ведь хорошие. Катюша с Муглянкой – это наше родное, наше глубокое, это наше все. Заявку на участие в проекте «Музыкальная среда» можно отправить по электронной почте управления культуры. Беркультура, собака, яндекс.ру Алина Дудина, Евгения Лосева, Владимир Покровский. Наши новости.